Всем дорого дорогие друзья, с вами Даласка. В одном из последних видосов, где я показывал сеты, в которых сейчас играют наши ютуберы, я задал всего лишь один вопрос. Хотите ли вы, чтобы я показал официальные сеты ютуберов, которые играли в этих сетах, например, там год назад или два или больше, и очень много людей в комментариях захотели, чтобы я вам это все показал. Вы просили, я показываю. Всем приятного просмотра, кто кушает, у приятного аппетита. Погнали! А перед просмотром этого замечательного видео предлагаю вам вступить в гильзию моей очень хорошей подруги. Она является модератором этой игры. Гильзия называется Only Forward. Эта гильзия очень часто принимает участие в КВ и тренировках. Чтобы вступить в эту гильзию, вам нужно в рейтинге иметь 4 ОС, 2000 среднего урона, всего лишь на 70 каток. Это очень мало. Или же в эту гильзию можно вступить по БО. А именно нужно иметь 2 КДА, 2000 среднего урона на мастере и выше. Также в эту гильзию можно вступить и по проверочке. Получается, нужно победить проверяющего и повесить ему 2 хедшота. В принципе, это все. Я думаю, что вы заинтересовались этой идеей и захотите вступить в ее гильзию. Поэтому пишите либо ей, либо ее офицерам по ссылочкам в описании. Итак, мы начинаем. Сразу же возьмем Алока, потому что на Алоке сеты собирать одно удовольствие. Первый сет, который я вам сейчас покажу, попробуйте пока я собираю. Нет, это я оставлю чуть на попозже. Это сет Азама. Он в нем отыграл довольно-таки долгое количество времени. И как только он собрал этот сет, то это сочетание стало популярным у довольно-таки большого количества людей. И до сих пор люди играют в подобных сетах. Но это сочетание стало популярно только благодаря ему. Честно вам сказать, я не знаю, играл ли кто-нибудь другое в таком сочетании до Азама. Но я вам точно скажу, что это сочетание распиарило Азам. Дальше идем. Тут нам нужно будет переключиться на Мигеля. Сейчас я покажу вам два легендарных сета в этой игре. И я думаю, что вы первого ютубера, возможно, вы смотрите до сих пор. А во втором вы 100% слышали. Первый сет это сет Смайла. А кто второй ютубер, который носил в сете набор Мигеля? Попробуйте угадать его в комментариях прямо сейчас. Вот мне реально интересно посмотреть, сколько игроков до сих пор его помнят. Так, сюда нам нужны свифты, которые прямо находятся внизу. Так, у него были вот эти. Во! Вот такое сочетание у Смайла. Великолепное, четкое и крутое. Дальше. Это Дэниелс. Второй ютубер это Дэниелс, который собрал самую сильнейшую команду в СНГ на то время. И разваливал все турниры, которые только можно. Сюда нам нужны очки воров в законе, а также причесочка, которая меняет свой цвет и свою форму в зависимости от того, какой шлем надет. Она где-то снизу, поэтому сразу же отмотал склад вниз, чтобы искать ее. Вроде бы она где-то тут, либо же я ее уже... Вот она. Вот. Сет Дэниелса. Легендарный, великолепный сет. Ну, просто песня. А если вот так, то... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот мне очень интересно, насколько много людей до сих пор помнят Дэниелса. Так, следующий у нас это Нуада. Получается, Нуада стал популярным довольно-таки давно. Но он был и остается... Ну, на то время он был самым офигенным игроком, лидером гильдии Изи Винов, в которой я пробыл почти два года, кстати говоря. Вот. Сейчас я вам покажу его самый знаменитый сет с головой Зомби Самурая. Потому что он, Симон Кежик и... Вот четвертого я все время забываю о СЗ. Они забрали чемпионат какой-то. Им выдали наборы Зомби Самурая. Только им четверым. И они... И понимаете, да? Этот набор Зомби Самурая был только у них. Ну, а также у Жабы и Балабашина. Потому что Артем это комьюнити менеджер этой игры. А Жаба, если я не ошибаюсь, комментировал этот турнир. И за помощью ему выдали Зомби Самурая. Самый популярный сет с Зомби Самураем на момент выхода его в игру. А также, наверное, им выдали этого Зомби Самурая месяцев за 6 или 8. До появления Зомби Самурая в игре. И... Его тогда хотели все. Я прямо очень сильно уверен в том, что если бы Нуада, Симон, Асезе и Кежек не играли в то время в Зомби Самурая, они бы его собрали и все. То он бы не был настолько сильно популярным. Но благодаря этой четверке именно Зомби Самурая стал желательным набором ну, почти у каждого игрока. Следующий, второй сет Тануады женский. Поэтому берем девочку и переходим к созданию шедевра. Я думаю, что тоже все уже поняли, какой сет я буду сейчас надевать. Это тоже легенда. Тоже легендарный сетик. Получается вот эти очечи. Потом, если я не ошибаюсь, идет аргентинская футболочка. Кстати, сеты с первыми футбольными футболками на то время были очень сильно популярны, потому что они были у единиц игроков. И футболки даже называли в честь этих игроков. То есть это была футболка Нуады, также была футболка Апельсина, и также, вот я не помню, вроде бы был еще какой-то игрок, в честь которого назвали футболку. Но я могу ошибаться. Вроде бы у него были эти кроссы, либо были... А, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. У него были кроссы за промокод, если я не ошибаюсь. Вот эти. Либо же чисто белые кеды. Вот тут-то я уже точно не помню, но вроде бы вот эти кроссы. Так, следующий ютубер. Получается, он популярен сейчас. Это Данрэд. Я хочу показать вам его самый известный красный сетик. Ну, черно-красный. Так, сэкипировать. Приступаем. Так, нам нужна причесочка с инкубатора. Белокрасная вот эта. Потом маска Рагнарёк. Дальше нам нужен торс с бесёнка, если я не ошибаюсь. Этот торс у нас отдыхает вот тут. Потом нам нужны красные штаны Ангела. Они тоже где-то вот тут обитают. Либо чуть пониже вот тут. Пролистал? Нет, не пролистал. Вот они. И белые кеды. Всё. Это официальный сет ютубера Данрэд. Дальше кто у нас остаётся? Так, Азамо показал. Данрэд Нуада Дэниелс Смайл. Я бы с удовольствием повторил официальный сетик жабки. Но, к сожалению, такого набора, как у него, у меня нет. Да и в СНГ тоже ни у кого нет такого набора. Поэтому напоследок я оставил Трэшера. У него тоже было очень много сетов, в которых он играл. Но я хочу показать вам, наверное, один из самых популярных его сетов, в котором он играл на битве ютуберов. И вроде бы он собрал его сам, а не подсмотрел у какого-то зарубежного игрока. Но, опять же, я могу ошибаться. Так, где вот эта курточка? Я её всегда пролистываю. Был также видос, в котором я искал эту куртку. Я её пролистал целых 4 раза. Да, я опять её пролистал. Но она где-то вот тут снизу отдыхает всегда. Она не фиолетовая, либо же она была фиолетовой. Но я её успешно пропустил. Так, где вот эта курточка? Кстати, набор Мигеля я искал 24 минуты. Я даже засекал. Вы представляете, насколько сильно его спрятали? Что я человек, который очень хорошо знает склад. Искал набор Мигеля 24 минуты. И сейчас до сих пор я усиленно не могу отыскать эту курточку. А может быть, кстати, её подняли в редкости. Такое тоже может быть. А может быть... Вот она. Вау, чётенько. Пуховые штанишки, белые кеды. Всё. Это официальный сетик Трэшера, который, как по мне, один из самых и его лучших. Потому что, ну, он офигенный. Тут каждая шмотка на своём месте. И даже не хочется менять цвета. Или штаны, или куртку, или что-то ещё. Даже сейчас его очень просто заделать играбельным. Оп. Всё. Офигенный сет. Конфетка-пушка супер-класс. Дальше я хочу показать вам два своих популярных сета, которые стали популярны благодаря мне. Конечно, за первый сетик я сразу же хочу сказать, что он был популярным дофигища времени назад. Поэтому... А штанишки вроде бы не легендарны уже, да? Поэтому сильно строго не судите. Но для меня этот сет имеет огромнейшее значение. Потому что это мой первый эксклюзивный уникальный сет. На то время, когда я его собирал, его могли повторить всего лишь три человека с СНГ региона. Потому что тут были очень редкие кроссы, штаны. Куртка тогда была в игре только один раз. Так же, как и маска. Вот это мой самый первый официальный сет, который я обожаю до сих пор. И второй, который тоже вам хочу показать. Который стал популярен тоже благодаря мне. Очень много из игроков до сих пор в нем играют. А именно в похожих сочетаниях. Используя именно эту масочку. Именно эту кепочку. Именно торс и бандита. И штаны ангела. Все. Это мой второй официальный сет за время игры. Сейчас у меня два официальных сета. Первый, ну чисто теоретически. Вот этот могут повторить 50 игроков. Но им нужна королевская бандана. Которая считается эксклюзивной. И вот это мой второй сетик. Который я надеваю по настроению. Также очень часто, когда я кому-то показываю этот сет. Они спрашивают, а что это за набор. Люди даже не понимают, что тут каждая шмотка с разного набора. В общем, на этом у меня все. Все сеты вам показал. Вроде бы я никого не упустил. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. И да пребудет с вами скилл.